Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и это видео про 10 причин купить Xbox Series. Перед началом этого видео попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, если вы хотите помочь ему в развитии, ну а также поделитесь этим видео с теми, кто не видит причин к покупке нового Xbox. И да, пиши свое мнение в комментариях и давайте начнем. Первая причина банальная, но очень важна и кроется она в Next Gen. Дело в том, что Xbox Series X и Xbox Series S это консоли нового поколения, которые будут вас радовать долгое время новыми играми. Если вы хотите играть в Stalker 2, в будущую GTA 6 и прочие игры, которые будут выходить в будущем на протяжении лет 7, Xbox Series S станет неотъемлемой частью для этого процесса. И та, и другая консоль имеет все возможности Next Gen'а. Торсировка лучей, 120 FPS, низкая задержка ввода, быстрая загрузка, а также моментальное переключение между играми. Также одна из версий, а именно Xbox Series X обладает 4К разрешением, которое может идти при 120 FPS. Если у вас 4К телек и вам хочется испытать максимальную четкость картинки, то тогда ваш выбор будет Xbox Series X. В случае, если у вас монитор 2К или телек 1080p, то вам будет достаточно Xbox Series S. Но самое главное знайте, разница лишь в разрешении, но не в технологиях. Вторая причина это полная обратная совместимость. Дело в том, что новые консоли обладают обратной совместимостью со всеми прошлыми консолями. И на них можно будет запустить без каких-либо проблем игры от Xbox One, от Xbox 360, а также от Xbox Original. То есть, покупая Xbox Series, вы получаете сразу же 3 прошлых поколения, ну а также новые. И при этом вы сможете сохранить практически всю старую библиотеку игр. Да, конечно, не все игры поддерживают данную функцию, но опираясь на опыт Xbox One, их просто огромное количество. Также, помимо этой возможности, старые игры на новых консолях будут работать лучше, чем на прошлых поколениях. Поэтому тем, кто хочет поиграть не только в новые игры, но еще и вспомнить былое старое, консоли Xbox также отлично подойдут. Третья причина это, естественно, подписки. По-моему, каждый уже наслышан замечательными подписками Xbox, которые дают пользователям огромное количество игр, ну а также очень большую экономию в них. Если что, на Xbox Series будут доступны все подписки, которые были и на Xbox One. Самая крутая подписка на сегодняшний день является Xbox Game Pass Ultimate, которая включает в себя и подписку Xbox Game Pass, которая включает больше, чем 100 игр. И с помощью которой все новые игры от Xbox Game Studio вам будут доступны бесплатно и в дату релиза, ну и которая дает вам скидку на то, чтобы приобрести эти игры навсегда. Также в глобальную подписку Xbox Game Pass Ultimate входит Xbox Game Pass для ПК, Xbox Live Gold, чтобы на консоли играть в онлайн, ну а также с недавних времен начала входить еще и подписка EA Play, которая также как Xbox Game Pass предоставляет вам множество игр, но только от электроников. Также дает вам дополнительную скидку и дает вам возможность опробовать игры раньше релиза. Как по мне, это одна из самых крутых причин задуматься о консоли Xbox. Четвертую причину я скорее всего отдам продолжению старых и добрых франшиз, а именно эксклюзивным франшизам Xbox. Хоть многие говорят, что на Xbox нету эксклюзивов, поскольку все игры вы сможете поиграть и на ПК, но никто не договаривает, что в эти игры вы никогда не поиграете на PlayStation и что для игр на ПК вам нужен еще и ПК с нормальным железом, как ни странно. Xbox славится такими эксклюзивами, как Halo, Forza, Gears, Fable и как вы уже догадались, все они выйдут в будущем на Xbox Series. Да, к сожалению, с Halo Infinite произошла неприятная ситуация при первом показе игры, а также многие франшизы не имеют даты релиза, но так или иначе они выйдут на консоли Xbox и помимо этого у Xbox еще появятся новые франшизы, которые на данный момент пока не раскрываются. Поэтому надеемся, что игр будет много и все они будут клевыми. В пятой причине я отнесу отличную поддержку. Я понимаю, что это не такая прям причина к покупке, но так скажем, это тот фактор, который поможет вам в будущем. Все вы знаете, что устройства иногда выходят из строя, ломаются, в общем, ничего не вечно. Но дело в том, что поддержка Xbox это лучшая поддержка и это факт. Они помогут вам практически по любой проблеме. Без проблем починят или обменяют консоль, а самое главное, если ситуация спорная, то они решат ее в вашу пользу и могут даже какие-нибудь ништяки подогнать. К примеру, было очень много историй, когда ребята вместо первых версий элитных контроллеров засылали вторые версии. Существует просто еще море примеров, когда они засылают вам дополнительные коды в виде подписок в качестве бонуса. Покупая новый Xbox, да даже и старый, каждый должен понимать, что он покупает устройство с железной гарантией. О чем речь, если майки чинят и меняют те консоли, которые были привезены из другого региона. Я не раз к ним обращался и лично им респектую за такую работу. К шестой причине я отнесу отличные цены, а именно Аргентину. По-любому, много кто наслышан данной темой и знает, что у Xbox нет региональных ограничений. А самое главное то, что в тех регионах, в которых нет официального присутствия майков, существует возможность покупать игры с любых регионов. И, соответственно, выгоднее это делать с Аргентины. Да, в последнее время эту штуку ожесточили, но это пока не отменяет того факта, что возможность сэкономить все-таки есть. Седьмая причина это компактность новой консоли. Ни для кого не секрет, что новые консоли Xbox вышли меньше своего прямого конкурента. И хоть это далеко не самый главный фактор, так или иначе он идет в плюс консоли Xbox. И тем, кто постоянно переезжает и хочет брать с собой свою любимую консоль, Xbox Series отлично подойдет. Но больше, конечно, подойдет Xbox Series S, поскольку она очень компактная, если сравнить с консольми помощнее. К восьмой причине я отнесу кроссплатформенность, а именно возможность поиграть со своими Xbox и ПК-друганами. Есть такие игры, которые входят в программу Play Anywhere, которая позволяет купить один раз игру и играть на любом устройстве. Так вот, за счет этого в новых консолях можно будет также играть с ПК-геймерами. Также на Xbox Series можно будет играть вместе с обладателями Xbox One и Xbox 360 за счет обратной совместимости. Да-да-да, вы без проблем сможете запустить ту же Gears 5 и поиграть вместе со своими друзьями, которые играют либо на Xbox One, либо на БК. Так скажем, за счет этой фичи онлайн станет еще больше и никто из друзей не будет брошен. К предпоследней причине я отнес обратную совместимость со всеми старыми аксессуарами. Это на самом деле тоже очень важная причина, особенно для тех, кто уже имел Xbox. Если что, к новым консолям вы сможете без проблем подключить практически все устройства, которые подключали к Xbox One, будь это наушники или геймпад. Лично мне из-за этого не придется покупать дополнительный геймпад, поскольку у меня их уже 6. Кстати, геймпад у нового Xbox, я думаю, будет такой же классный, как и у Xbox One, поскольку в нем было очень мало изменений. Ну и последней причиной становится доступность, а именно цена. Команда Xbox очень удивила всех нас ценами и напоминает, что Xbox Series S будет стоить 26 990 рублей, а Xbox Series X будет стоить 45 590 рублей, что также очень вкусно для нового поколения. На мой взгляд, Xbox это просто офигенный консоль для того, чтобы играть как в новые, так и в старые игры. На этом в принципе все, если вам понравился данный видеоролик, ставь лайк, делись этим видео со своими друзьями, подписывайся на канал, пиши свое мнение и большое спасибо за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok